Здрасте. 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 Дамы, что будете заказывать? Значит, я буду вино Шота де Бриллион только 1974 года. Ага. Значит, я буду все-таки Шота де Бриллион только 19-го года рождения. Ну, собственно, как и мой год рождения, да. Вы тоже по такой схеме заказывали? А вот вам еще одна пластика и вообще перестанут приносить алкоголь. Ага. А мне виски обнови. Матильда Борисовна, я понимаю, это, конечно, не мое дело, но это уже у вас шестое ведерко с утра. Женя, давай пошевеливайся, а то ты мне уже начинаешь нравиться. Семь минуту. Я не поняла, что-то вы его все время гоняете за шампанским. Черпайте из бассейна. Я еще там не купалась. А вот мне интересно, сколько вам в этом году обошлась путевочка? Не знаю, мне за нее муж плачет. А вам? Столько же, ага. А вам? А я последний раз о деньгах думала, когда союз развалился. Смотришь, как в собственном подвале гниют миллионы рублей, а ты ничего, ну прям ничего поделать не можешь и купить нечего. А говорили сервис, ну шатается, нечего подложить, а? На, держи. Это же десятый айфон. Это десятый мой десятый айфон. А, все равно шатается, говно твой десятый айфон. Дай сюда. Ага. На, два пятых. О, теперь хорошо. Я всегда говорила, что пятерочка лучше, ага. Надолго приехали. Пока не закончится. Это же... Путевка? Следствие моего. А, а за что его взяли? За какие-то яйца. А, эти, фаберже. Ну, он не уточнял, но сказал, сиди там, меня крепко взяли за яйца. И давно ты тут? Уже три месяца. Ой, боюсь, чтобы его там не посадили. Ты не боись. У нас в стране законы чтут. Еще никого не посадили. А вы давно тут? С февраля 2014-го. С февраля 2014-го. С февраля 2014-го. Ой, так это ж, когда наши к власти пришли. Так это, шо, вы из тех? Из кого из тех? Из тех, кто думали, шо будет все по-прежнему. И теперь все увидели, как мы были правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Так это вы уже три года тут? Ой, представляю, как дорого обходится вам этот отель. Даже не представляешь. Это самый лучший отель на побережье Испании. Пятнадцать гектаров земли. Оплата персонала. Бухучет. Геморакуча. С февраля 2014-го. С февраля 2014-го. Так это че, ваш отель? Ну да. Ах и ох. С февраля 2014-го. Скажите, а, а, ага, ага. Ого-го-го. И я тебе хочу сказать, детка, что отель это бонус. Мы вообще-то остров покупали. Ух ты. А дорого приобрести остров? Я так на будущее спрашиваю, ага. А у нас хороший адвокат. Он доказал, что вследствие движения тектонических плит наш остров каждый год сдвигается на два сантиметра. И шо? Ничего. Оформили как плод. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А чем же это ваш муж таким занимается, что у него столько денег? А тем же, что и твой. Яйцами. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Кому надо, подкатывал. А потом кому надо, откатывал. Яйца перекатчику на меня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушайте, а мне что-то лицо этого официанта знакомое. Я его тоже где-то видела. Так это бывший губернатор Кировоградской области. Мой его туда устроил, а потом сюда. А за барной стойкой бывший мэр стоит. А судья и прокурор в ваших номерах убираются, не видали? Мой добро помнит яйцеперекатчик. А мой такой романтик. Он на нашу медную свадьбу подарил мне заводик по добыче меди. Да, на хрустальный заводик по добыче хрусталя. Я так понимаю, что силиконовую свадьбу вы каждый год отмечаете, да? Не понимаю. А это мне? Мой, когда делал предложение, то подарил золотой заводик, ага. А мой просто решил меня побаловать и подарил шоколадную фабрику. Ту самую? А кстати, девки, на ту самую даже у моего денег нет. Короче, завтра летим на моем самолете в Париж. Нет, я предлагаю на моем лайнере в Доминикану. Хорошо. Тогда мой пилот привезет нам туда кофе и круассаны. Вау, 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 шалавы. Имейте уважение. Это бывший министр экономики и главный судья пошли. Так подождите, это их жены или любовницы? Я говорю, что это конкретно бывший министр экономики и главный судья. Просто их начали искать очень серьезные люди. А какие были мужики? Я вам честно скажу, что мы узаконили все свои деньги. Что, серьезно? Как? Как? Ну, по последней пенсионной реформе можно докупить себе трудового стажа, да? Так вот, я и докупила себе 100 тысяч лет трудового стажа. И теперь официально получаю миллиард гривен пенсии. Очень удобно, знаете ли. Знаете, прекрасная схема, но у нас немножечко, мне кажется, получше. Мы четыре наших фирмы оформили на тосика. А муж говорит, что нужно еще одну собаку купить, чтобы на нее ОАО оформить, да. А мой любовницу завел, чтобы два завода на нее переписать. Больше вам скажу. Я сама искала эту любовницу. И что, вы ей прям так доверяете? Конечно, человек проверенный. Жена моего любовника. А у нас, чтобы корпорацию оформить, бабка воскресла. Свят, свят, свят. Не-не, по документам. А еще мой задекларировал аж 300 миллионов. Ага. А мой 500 миллионов. Ага. Пенсия пришла. Ага. Женя, напомни мне, пожалуйста, этот ярдик снять. Конечно. Ваши напитки. Ага, спасибо. А где мой виски? Матильда Борисовна, забыл уточнить вам бутылочку. Ведерочком. Я же вас знаю. Еще одна ведерочка, и вы начнете ко мне приставать. Женя, ладно, скажи тогда мэр, о-о-о, господи, этому бармену, пусть мне ведерко виски в номер занесет, а ты через час придешь и обновишь. Да, конечно. Кстати, Матильда Борисовна, там министр экономики разошелся по пьяни, пистолетом машет. Женя, я для чего тебе корочку на бушника сделала? Припугни его, чтоб до ночи из номера не вылезал. Точно. А ну иди сюда, говнюк. Так, я продолжу. Ага. Значит, мы когда с мужем оформили все наши доходы, оказались на десятом месте в украинском Форбсе. Ага. Ха! Мой тосик на седьмом. Его даже на обложке напечатали, ага. Печататься в своем журнале считаю западло. Мы большую половину денег отдаем на благотворительность. Вот правильно. Мы тоже животным помогаем. Всяким там кошечкам, собачкам, бюджетникам там разным. А вы слыхали? Коммуналка подорожала. Тебе не пофиг. Конечно, не пофиг. 160 квартир, и это только на Печеске в Киеве. Знаете, как тяжело. Так субсидию оформим. Но если сами не вытягиваете, и вообще государство должно помогать своим гражданам. Девочки, скажите, а если у меня на день рождения Потап выступал, то это нужно было декларировать? О мелочах не знаю. А вот у меня на день рождения выступал Элтон Джон. Так мы задекларировали. Ага. А у меня Элтон Джон пел Потапа. И знаете, душевно так. Пырышки-пупырышки, но-най-най. Да, как душевно было. Матильда Борисовна, Матильда Борисовна, у министра экономики тоже есть корочка набушника. Так поднимись за верховным судьей в 314-й. И вы что, думаете, он его испугается? Думаю, нет. Но кумовья как-то между собой договорятся. Отлично. Спасибо. А как вы вывозите деньги за границу? Через офшоры. Мы тоже, ага. А вы? А я в бюстгальтере вывожу. Да ладно. Как ты думаешь, для чего я все это делаю? Для красоты? Нафиг оно мне надо. Ой, правильно. Девочки, все деньги надо вкладывать в себя. В образование. В этот, как его? В интеллигент. Ага. Вкладывать в себя, это вкладывать в себя. С губы, в груди, в ягодички. Ой, девки, у меня от этих вложений очень дурные воспоминания. К нам, когда нагрянули с обыском, я в себя вложила около миллиона. И шо я вам скажу, самые вкусные деньги это фунты. А вот от бакса у меня и сжога. Всем оставаться на своих местах. Никому не двигается. Работает отдел по борьбе с коррупцией. Так, кто из вас, Матильда Борисовна, быстро. Сердце. Больно? Пофиг, шо. Матильда Борисовна, вам от мужа подарок. Ой, какой он роман. Романтик. Хороший мальчик. Поднимайся в номер, я щас приду. И ты поднимайся. Матильда Борисовна, я реальный сотрудник. Хочешь остаться реальным сотрудником, поднимайся. Саша, ну быстрее. Ну что ты там копаешься, Саша? Слушай, Вика, я на стенд их разыскивать засмотрелся. Там мужик реально на твою маму похож. Здравствуйте. Ну вот, Дин. Здравствуйте. Здравствуйте, что случилось? Пропал человек. Да, но нам не к спеху. Как это не к спеху? Мамочка моя пропала. Не волнуйтесь, найдем. Вот это я и волнуюсь, что вы ее найдете. Скажите, пожалуйста, а всех пропавших находят? К сожалению, нет, но находят процентов 80. А, так шанс все-таки есть. Конечно, конечно. Причем очень большой шанс. То есть вы считаете, что 20% это очень большой шанс? Наша. Так, скажите, пожалуйста, где вы видели вашу маму в последний раз? Так прикольно сказали. В последний раз. Что ты издеваешься надо мной? Да ничего, я не издеваюсь, Вика. Че ты начинаешь? Может, твоя мама вспомнила про родину свою и поехала на седьмой километр за носками? Почему за носками? Она родом из Житомира. Нет! Все! Хана! Депортировали твою маму. Выгнали ее со страны вообще. Она ж ходила всем рассказывала, что ей Саакашвили нравится. Все. Под зад ее. Ну, Саша! Что? Ну, что ты делаешь? Скажите, а откуда вы вообще взяли, что ваша мама пропала? Ну да, действительно, Вика. Может, она просто утонула. Вообще дурак, что ли? Вы понимаете, она ночь не ночевала, трубочку не берет. Я чувствую, что что-то случилось. Сто процентов, сто процентов. Я о другом даже думать не хочу. Бывают, конечно, случаи, когда отдыхающих в море уносят на матрасе. Да нет, вы что, в Одессе еще такого шторма не было, чтобы маму с места сдвинуло. Скажите, вы уже куда-то звонили? Конечно, звонил. Первым делом позвонил в морг. Ну, ее там не оказалось. Но я надежды не терял. Звонил каждый час. О, сейчас, секундочку, извините. О. Алло. Да, морг. Ага, хорошо. Ну что, чем порадуете? Сейчас, секундочку. Слушай, Вика, у твоей мамы на спине родинка величиной с кулак была? Нет. Не она это. Да, звоните, звоните, конечно, я всегда на связи. Все, счастливо. Я хотел спросить, домой вы звонили? Ну, конечно. Что ж, я один в себе такую радость держать буду. Я тестью позвонил, обрадовал. Ну, наберите еще раз, может, она вернулась. Нет ее дома. Ну, ты даже ничего не спросил. А что спрашивать? Музыка веселая играет, тесть пьяный в зюзю. Понятное дело, что нет. Бывают, конечно, случаи, людей воруют и отдают в сексуальное рабство. О, я теперь наконец-то понял, как она Петровича свои лапы заполучила. Она его купила. Ну, не мог же он сам согласиться на ней жениться, правильно? А может, действительно. Ну, это ж курортный город. Она встретила мужчину, завела роман. Правильно, правильно, правильно. Поднимайте все сводки. Ищите изнасилованного мужчину в особо тяжелой форме. Саша, ну что ты издеваешься надо мной? Вы понимаете, я боюсь, что ей плохо стало. К сожалению, возможно. Температура могла не выдержать. Да, да, да. Это как в том видео, помнишь, ты мне показывала? Где одна женщина, похожая на твою маму, легла такая на мостовой и лежала. Это была лошадь на Греческой площади. Не, ну со спины один в один, что? В редких случаях, конечно, людей воруют на органы. Вика, это и есть наш случай. Чего это вдруг? Это твоя мама, это мечта черных транспортологов. Почему? До своей мамы пять человек сделать можно. Погнали на привоз. Подождите, куда вы? Опишите, пожалуйста, как она выглядела. Ну, она вообще такая... Помолчи. Крупная. Крупная. Метр восемьдесят на два девяносто. Просила, чтобы из дуба был. Из какого дуба? Из моренного. Дурак. Она такая, знаете, пышечка. Такая, похожа на... На носорога похожа. Такая, знаете, вот с раздвоенным языком такая. И кожа у нее раз в год слетает. Да. Шутите? Нет, правда. Она сейчас пьет гормональные таблетки. Во! Так что, если к вечеру ее не найдем, будем уже искать мужика с бородой. Скажите, враги у вашей мамы были? Вика, я все время с тобой был. Да не было у нее врагов. Она вообще такой светлый человечек. Бесконфликтный. Ой, записывайте. Первый подозреваемый, значит. Хозяйка квартиры, у которой мы комнату снимаем. Продавец еврей, которого она обсчитала на рынке. Женщина, у которой она украла лежак на пляже. Мальчик, у которого она отобрала кукурузу. Ну, подождите, это много уже. Так это только первый день, вы слушайте дальше. Так получается, что ваша мама конфликтный человек. Ну, скорее такой неприятный. Вот, видите, чтобы объяснять вам всю ее неприятность, вот пошла она фотографироваться с Утесовым. И вот, вы знаете, мне на секунду показалось, что Леонид Осипович даже немножко как-то от нее отсел. Понимаете? Вот такая вот. Скажите, пожалуйста, приметы особые есть? Ну, там, шрамы? Не, шрамов нет. Сколько не пытался, ни одного не... А я смотрю, вы не очень ее любили. Может, она специально от вас убежала? Что? Вы что? Да в жизни бы она мне такого подарка не сделала. Скажите, привычки какие-то необычные у мамочки вашей были? Ой, вы знаете, она ходит во сне. Но в туалете и в холодильнике мы смотрели, ее там нет. Ну, ходит она обычно только в эти места. Иногда их путает. Вот я вчера открываю холодильник, думал кекс, понимаете? Саша. Вот. Была у нас, конечно, история мужика пропавшего. Рыбаки сетями выловили. Какой кошмаришный шашечек. Ну, ну, рассказывайте, что там. Ну что, достают они его. А мужик этот живой. Есть у вас истории со счастливым концом, а? Так, пожалуйста, фотографию пропавшей предъявите. Ой, Саша. А где фотография мамы? Какая? Там где она с обезьянкой? Да. Отдал ее в бюро ритуальных услуг. Зачем? На всякий случай. Слушайте, два часа объяснял. Где мама? Где обезьянка? Капец. Ну, тогда опишите ее. С матюками можно? Нет. Тогда, Вика, давай ты. Она такая... Секундочку, секундочку. Сиплый! Сиплый, путь сюда! Начальник, как я приду? Я же в хамере. Ой, типа ты не знаешь, что она открыта. А, в натуре. Че надо, начальник? Че, че? Художник штатный в отпуске, вот надо хорошим людям помочь фоторобот сострепать. А я тут при чем? А то есть, как деньги фальшивые рисовать, так Сиплый первый. А как помочь людям? Ладно, ладно, че там, давай. Перерисуй. Описывайте. У нее глаза голубые. Ну, такие сверлящие. Ушки маленькие. Но все слышат. Нос аккуратный. Но везде лезет. А! Слушайте, дышит она еще вот так вот. А-а-а! А-а-а! Вот так. Мужик, ты сейчас один в один мою тещу описываешь. Ладно. Ну, че? Ну, вот, короче. Сиплый, это че такое? Че, у меня только президенты нормально получаются. Нет, че, похоже? Да? Ну, прям один в один, реально. Один в один? Вот, похоже. Да. Ну, все, тогда надо расклеивать объявления по городу. Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Вы что? Мы всех туристов распугаем. Разберемся. Сиплый свободен. А-а-а, ништяк. Свободен в камеру. Блин. А вы, пожалуйста, будьте добры. Имя, отчество, фамилия пропавшей. Марина. Марина. Францевна. Францевна. Пудель. Что вы смеетесь? Лучше скажите, что делать. Извините. Ну, что, что. Как я говорил, расклеивать объявления. Да, так и напишем. Пропал Пудель. Целую. Прошли, да. В чем мамочка была одета? Так, у нее была тельняшка с надписью «Одесса мама», без козырка и сумка с надписью «Я люблю Одессу». А-а-а, а в сумке была бутылка чачи. Найдете? Не волнуйтесь, найдем мы вашу тещу. Да при чем тут теща? Я про чачу спрашиваю. Найдете? Алло. Что? Глаза выпученные? Да. Пена у рта? Да, да, да. Троих уже покусала? Все, Викусь, нашли твою маму. Ну так пристрелите ее к чертовой матери. Правильно, правильно. Да какое общество защиты животных? Вы хотите, чтобы собака нам туристов распугала? Не Пудель? Дворняга. Вот, поймали опасного рецидивиста. По ориентировочке. Мамулечка моя! Ну что, зятек, ты думал, я из одесских катакомб не выползу? Да? Я тебя сейчас схвачу за балабоны. И ты у меня будешь на банджо-джампинге прыгать. Что вы спустите? Стреляйте в нее! Мамулечка моя! По любому, не молитесь! Стреляйте в нее! Я рай, не молись! Тизель-шоу! Ну а ну и что дальше? Так. Гитлер украл мопед у Фредди Крюгера и уехал с женщиной-кошкой в сторону синагоги. Прям новый клип Поляковой. Кто вообще этот Хэллоуин придумал? Ну нафига этот праздник нужен? О, пожалуйста. Дьяволу был нанесен удар тупым металлическим предметом на цепи шесть раз. Жесть. Это что ж за монстр такой? Самому дьяволу навалял. О, Сергей Иванович! Здравствуйте! Вы уже протрезвели? Нет. Да? Глазик не болит? Нет. Вы уже не планируете отыметь всех сотрудников милиции? Нет. Хорошо. Одежду мою. Одежду? Одежду. Вот, пожалуйста, ваша одежда. Спасибо. Спасибо. Ой, мамочки. Кстати, Сергей Иванович, очень странный у вас наряд на Хэллоуин. Ага. Это моя рабочая форма. Подождите, так вы действительно... Саня, вот теперь все сложилось. Оказывается, это была не драка в клубе. Это было прям противостояние добра и зла. А еще портмоне мое было. А, портмоне ваше есть, да. Вот, пожалуйста. Ага. А еще кадило было такое тяжеленькое. О, я только сейчас понял, кто дьявола ухайдохал. Ой, а можно водички? Святой. А что, есть пиво? Пожалуйста. Спасибо. Ну, давайте, рассказывайте, где вы были этой ночью? Ага. В раю. А что так грустно? Вы были в ночном клубе рай, правильно? Да. Да, да. Ну, рассказывайте, что там, как? На чем приехали? На автомобиле. Так, понятно. Марк автомобиля какая? Бентли Континенталь Супер Спортс GT. В12 Битурбо. Ваш автомобиль? Нет, нет, это служебный. Понятно. За рулем-то хоть вы были? В основном я, конечно. Но периодически между мной и рулем женщина появлялась. Подождите, и что она там делала, интересно? Исповедовалась? Больше грешила, конечно. Я так понимаю, вы за рулем уже были выпивши. Ну, сами понимаете, не так часто в рай попадаешь. Ну, понятно, понятно, да. Скажите, пожалуйста, зачем вы избили охранников? Охранников? Так они, юродивые, меня не пускали в рай. Вот так и запишем, раз создаетесь. Да. Значит, пиши. Ударил охранника Петра и Павла за то, что те не пускали его в рай. Ага. Петра и Павла. Господи, вот совпало-то. Уважаемый, а почему они вас туда не пускали? Сказали, что мест нету. А я не для того 30 лет в монастыре служил, чтобы услышать, что в раю нет мест. Господи, что ж будет-то, что ж будет-то. Вот если бы это были реальный Петр и Павел, то гореть вам в аду синим пламенем. А так всего лишь два года исправительных работ. Как два года? Вы что? У меня же клиентура. Можно мне телефонный звонок? Звоните. Спасибо. Алло, Алексей, не смогу я отпеть вашу бабушку завтра. Минимум через два года. А по-моему, вы вчера уже ее отпели. Как это? В клубе. Вот. Моя бабушка курит трубку. Трубка курит. Бабушка моя. Успевает мои одни. Ага. О, Господи. Голова-то у вас не болит после вчерашнего-то, а? Ой, болит, болит. Болит? Может, таблетку дать? Ой, не надо. С таблетки в клубе вчера все и началось. Ладно, понятно. Зашли вы в клуб. Что дальше было? Ну, как что? Только я подошел к клубу. Тут у меня вся картина мироздания-то и рухнула. Представьте себе эту огромную неоновую вывеску «Рай». А под ней беснуются вурдалаки, черти, бабы голые. Вердет какой-то. Ну, понятно, понятно. Вы сразу решили покинуть рай, правильно? Не сразу. Я на одну минуту подумал, а вдруг он такой и есть. Но минутку вы подумали и покинули место. Я взял дополнительную минуту. А больше вы ничего не брали? Брал. Бутылку текилы, бутылку виски. А принесли мне их шесть зеленых мексиканцев. А не дофига ли на одного человека? Так я же не один был. Я с матушкой. Хрен вы меня догоните, менты галимые! Добрый путь, земля, прощай! Вот она мне таблетку и дала. То есть вы в клуб приехали с матушкой? Нет, нет, я ее уже там встретил. У нее мальчишник был. Девишник? Сначала-то был девичник, а потом уже начался и мальчишник. Ты что? Ладно, хорошо. Пиджейку зачем вы трогали? Пиджейку? Я-то хотел прикрыть ее тело ногое. Чем? Собой? Ежели ничего другого под рукой не оказалось. Понятно. А за сцену зачем вы ее потащили? Исповедоваться. И что? Она уверовала? Два раза минимум. Скажите, зачем вы полезли к диджею? Я просил его псалмы православные поставить во всеуслышание. Батюшка, ну откуда у диджея псалмы православные? Да что ж, я не понимаю-то ничего. Они же у меня завсегда со мной. Вот, на флешке. Зачем вы отобрали микрофон у ведущего? Дабы предупредить всех собравшихся на ближайшемся суде Божьем. Ну и что, предупредили? Да. И что они вам ответили? Они сказали, юху, мочи еще. Хорошо, если вы мочили, то почему в клубе начался пожар? Это голос свыше сказал мне, встань, выйди на танцпол и зажги его. И встал я и зажег его огнем праведным. Да, да, да. И у вас сразу появились последователи. Человек пятьдесят. А откуда вы все эти подробности знаете? А вот ролик в интернете. Батюшка в клубе. О! Шалом православные! Полтора миллиона просмотров. Ага. Скоро новый клип Зидзо перегоните. Ой, не дай бог этого черта бородатого обогнать-то, а. Короче, батюшка, придется вам из своего храма в наш храм, только уже с решеточками переехать. Тогда еще один звоночек можно? Да звоните, звоните. Спасибо. Алло, отец Никодим, я в ментовке, код двенадцать. Стоп, я не понял, что это за код двенадцать такой? Это наш корпоративный сленг. Код принят! Здравствуйте, ребятушки. Здравия желаю. Ребятушки, отпустите нашего батюшку, а. Он у нас хороший. У него приход свой. О, вчера такой приход был. Ну, есть же люди и хуже его. Ну, он матушку хотя бы взять. Мы его накажем. По всей строгости накажем. Он у нас целый год строгий пост держать будет. Э, нет, я в ГАИ не вернусь. Сань, ну, может, действительно, ну, ведьма и у них есть люди нормальные, порядочные. Сразу видно, человек хороший, спокойный. И без понтов. Без понтов. Без понтов. Да, милиция. Хорошо, понял. Что? Все, можете быть свободны. Хозяин клуба забрал заявление. На всю волю Божью. Слава Богу. Батюшка, идемте скорее отсюда. Если купать начнут и поймут, что это ваш клуб. Вас анатоми предадут. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ты главное не спеши еще раз хорошенько подумай что нужно сказать карточка наша есть пополнение мобильного пакетик не подсказывает жене свои ночи будешь подсказывать человек учится давай сначала сколько можно ждать столько сколько нужно давай у меня сегодня первый день у меня что не получается успокоилась вдох выдох вдох выдох вдох сколько это может продолжаться сколько надо урод что она быстро несите жалобную книгу зачем тебе жалобная книга сейчас я разбежалась аж ветер поднялся я напишу что в этом магазине работают одни хамки какие хамки ты говнюк ты кого хамка не сдерживай меня я сейчас тебе выдыхай ты только что человека чуть не убил несите жалобную книгу и что ты там будешь писать на кого ты будешь жаловаться эта книга жаловки предложений я хотел предложить предлагаю я запомню пап я писать хочу извините пожалуйста я беру все свои слова назад я был неправ то тоже обслужите пожалуйста нас побыстрее ребенок в туалет хочет ну ладно ребеночку то поможем что папа потом не говорил что тут одни хамки работают ну-ка свали отсюда сейчас по-быстрому ну что нужно сказать тете как я говорил наконец-то это жирная корова начала работать ты у меня сейчас прямо здесь обоссыщешься там в конце зала есть туалет о спасибо вам большое туалет он пошел а золотой ключик то вот он так женщины пожалуйста можно побыстрее это все провести я очень опаздываю честно мчу как огненный шар я серьезно говорю у меня свидание успеш куда ты ее пробивать а спросить что надо пакетик не подсказывай что сегодня день суфлера что ли я не понимаю я опаздываю реально ну давай пробей это шампанское мужик ну чем там заминка тут реально какая-то черепаха возится что ты сказал охрана что-что-что-что-что-что ты слышал что он сказал что ты сказал сейчас махач будет но черепаха и что господи ну земноводное с панцирем 8 по горизонтали ну давай продолжим пробей ему это шампанское пожалуйста побыстрее можно в этом холодно айсберг не пробивается тогда вручную вводи код я продиктую 1 на клавиатуре ищи молодец 2 это рядом с единичкой не слева справа молодец 3 просто со свистом пошла 4 а сейчас внимание изменение алгоритма 6 но все равно пятерку наложила быть такой тупой где вас таких ты вообще мужик че лезешь домой хлеб давай заново вводи код то запомнила господи да что ж тут запоминать то один блин два блин три 4 6 то что ты лезешь все время я реально спешу товар не обнаружено ты где это взяла блин угадайте где это взял ты здесь загадки пришел загадывать извините как дождь на меня сейчас тошнит пакетик надо что началось что так можно потом на кассе пробью и мою пробежь я пусой так я я я понять не могу почему в обеденное время в этом супермаркете работает только одна касса где остальные продавщицы обедают прикинь свободная касса на на я тебе запомнила ты его запомнила пожалуйста можно побыстрее я очень спешу пакет брать будете нет карточка наша есть нету пополнение счета не надо тогда какого черта ты сейчас приперся а лёточка я на обед надоели все отдыхайте марина францевна видала профессионал а так можно тебе нет ей да она на пенсию завтра уходит блин уходит легенда тетя там закрыто конечно закрыто а что нужно сказать тетя чтобы получить золотой ключик сам справлюсь корова жирная вот сейчас я тебя вообще запомнила ты опять со своими штучками молодец пожалуйста можно побыстрее пробей моих бананы вот пожалуйста бананы что он бананы не взвесил без бананов шоколадка шоколадка это не тебе пробей её шоколадка да шоколадка 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 мне как раз нужна была ты вообще на случку хочешь попасть или нет шоколадка Ты что, Презиков никогда не видела? Так близко, нет. Я так и думала. Взяла их в руку. Взяла в руку. Я сказала, взяла в руку и пробила. Ты что, дура? Зачем недель пробитые презервативы? Так, все, успокойся, на мои возьми. Такие же самые, только размер XXXXL. Ничего, на вырост тебе будут. Хотя вряд ли у тебя там что-то вырастет. Левчики себе на вырост покупать будете, понятно? Что? Я понять не могу, почему я из этой кассы не могу уйти уже целых 15 минут. А я 15 лет, прикинь? Да мне пофиг. Я не позволю, чтобы какие-то две клуши лишали меня секса. Сейчас он тебя будет прямо здесь и сейчас. Спокойно, женщина. Иди сюда. Женщина, угомоните, я сказал. Сюда. Вот она, баба гений. Это она эту схему придумала. Идем, покажу. От меня еще никто не уходил. Обслужите беременную женщину, в конце концов. Откуда я знаю, что ты беременна? А по мне что, не видно? А по мне, может, тоже видно. Но я-то не беременна. Может, ты просто жирная, как корова. Что? Ну точно, вон и йогурт взяла жирный, 9-процентный. Пробей ей этот жирный коровий йогурт. Товар не обнаружен. А где ты же такое читала? Не заморачивайся. Иди вер... Ты что, его выпила уже, что ли? Да. Давай, возвращай товар. Как я, по-вашему, должна это сделать? Пакетик надо? Что? Фу! Что вы тут продаете? Извините, дядя, во всем виновата вот эта жирная корова. Вот сейчас я тебя вообще-вообще запомнила, коротышка. Всем стоять это ограбление. Охрана. Что? 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 Ограбление. А, нападение с целью наживы. Ограбление. Спасибо. Спасибо. Гони бабки, быстро. Пакетик надо? Надо. И бабки гони. Куда ты пробивать его? А спросить? Ограбление. Ну и что, что ограбление? У нас такое почти каждый день. Это троещина, детка. Что, из-за какого-то придурка с пистиком весь алгоритм менять? Карточка наша есть? Вот. Нет. Оформить желаете? Нет. Пополнение мобильного? Нет. Наклеечки на кастрюльке собираете? Нет. Пракции наши знаете? Да ты прирожденная кассирша. Ну что, ты поняла, что главное в нашей профессии? Продать пакетик. Не продать, а задолбать. Пойдем. Пойдем. Дизель-шоу. О боже мой. Боже мой. Марина Францевна. Идите. Первый раз всегда очень трудно и волнительно. Идите. Нет, вы поймите, я не могу. Это ниже моего достоинства. Это тоже ниже моего достоинства, но я же пришла. Я не могу. Я не могу. У меня образование. У меня образование. Дамы, искали меня? Он уже тут. Я не могу поднять глаза. Что вы хотели? Мы являемся представителями профсоюза нашей швейной фабрики «Касая строчка». У нас скоро корпоративчик, день швеи. И мы бы хотели заказать у вас триптизеров. Раньше к нам приходили? Нет, конечно. Только как физическое лицо. Марина Францевна. Какие-то особые пожелания? Да. Хотелось бы, чтобы у них были все части тела и все. Ну, это понятно. Я имею в виду азиаты, мулаты, молдаване, румыны. Славяне хочется своего по-домашнему. Рост, объем, вес. Боже, я не думала, что у вас такой выбор. Я думала, мы будем выбирать, как в нашей столовке. И сосиски в тесте, и котлеты по-киевски. Но нет, у нас большой выбор хот-догов. Боже, как он это сказал, хот-догов. Аж жрать захотелось. Мужчина, я вас прошу, не томите, показывайте, кто у вас есть. Парни, выходите. Дамы, здесь стриптиз, а не кружок помощи и истеричкам. Я прошу прощения, это мышечный спазм. Ущипни меня, чтобы я поверила, что это не сон. Да не ты ущипни. Вот этот первый красавчик пусть меня ущипнет. А ты второй можешь меня даже укусить. А ты в таких трусиках, ты не хочешь тетеньку отшлепать? Тетя Аттетя. Сейчас умру. Эти трое, между прочим, лучшее, что у нас есть. Так сказать, всадники апокалипсиса. Акалипсиса. Виктория Сергеевна. Да, да. Слушайте, давайте возьмем всех троих, поедем ко мне на дачу и горьем огнем этот корпоратив и эта фабрика. Да. Согласна. Меня впервые заводит тот средненький. Заводит больше, чем Олег Винник. Скажите, пожалуйста, а кубики у них настоящие? А вы что, не видите? А можно их лизнуть, а то я глазам не доверяю? Дама, держите свою подругу в руках. Если побежите вы, я вас уже не удержу точно. Я не доставлю вам такого удовольствия, я не побегу. Но мы все-таки берем товар. Мне хотелось бы их потрогать, пощупать, как за концом. А вы что, сомневаетесь, что ребята справятся? Я сомневаюсь, что это вообще люди. Это какие-то секс-машины. Боже мой! Я только сейчас поняла, почему Королева развелась со своим Николаевым. Скажите, а можно их посмотреть в деле? Это Цезарь. Боже мой! Опять это слово «Цезарь» салат. Ой! Опять! Ой! Жрать хочу! Если третий будет компот, я вообще помру! Цезарь, покажи, что ты можешь. Ох! 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 сигаретки имеется что с вами девушка бабочки внизу живота я вас понимаю так вот у меня это и здесь слышно скажите молодой человек скажите они пьющие конечно нет тогда у нас нет шансов вставай парни каждый день по 6 часов спортзале справки об отменам здоровья и между прочим владеют английским языком о да для меня как для руководителя hr отдела язык это очень-очень важно мы бы их взяли если бы они даже были слепые глухие молодой человек вы сказали что это всадники апокалипсиса да сказать можно их объездить я бы поскакала поскакала успокойся ну так сказать провести тест-драйв девочки оплачивайте скачите сколько хотите а сколько стоят эти атлант любви каждые 500 долларов вы знаете когда мы пришли сюда мы хотели бы заказать не на месяц а на несколько часов это оплата за час а может быть тогда они не будут танцевать а просто за доллар за 150 постоят голенькими а мы сами дофантазируем вы знаете молодой человек у меня чисто бухгалтерский вопрос а может быть мы это мероприятие проведем как семинар чтобы на растраты положить к жалею дамы но мы работаем только за наличные виктория сергеевна 500 долларов это моя полугодовая зарплата между прочим но может быть тогда мы возьмем цезаря и отменим монатика как мы можем отменить монатика если мы его взяли по бартеру за шапочки согласна 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 отшивались вы же помните вот помню строчили хорошо подождите больше это так волнительно скажите скажите в конце концов если у вас что-нибудь по акции или по скидкам да можно всех посмотреть но я всегда мечтал это сказать есть конечно не ликвид будете смотреть чёрт с ним да а и вы двое идите сюда по любопытству привет коллеги парни вы свободны спасибо только дверь закройте чтобы я не слышал как вы ржать будете куда они уходят ну вот вот как я и подозревала придется выбирать из сосиски в тесте и котлеты по-киевски извините пожалуйста я в боярке живу на киев еще не накопил молодой человек когда я говорила вам по акции я имела ввиду хоть что-нибудь за деньги а не бесплатно да но хотелось бы заплатить за удовольствие а не из жалости и честно говоря когда мы говорили посмотреть всех мы имели ввиду ходовой товар а не уцененку на складе если вы думаете что нас интересует только причинное место то вы глубоко ошибаетесь в таком случае мы можем наливать больше нашему сторону дяди вас который все праздники заканчивает голой жопой нас интересует искусство и если вы пользуясь своим положением хотите нам втюхать своего электрика и повара то у вас ничего не выйдет послушайте дамы в каждом бизнесе есть премиум класс эконом а есть социальные гарантии а это я так поняла гуманитарка да да так сказать секонд хэнд из европы почему сразу из европы беларусь это европа ладно сколько стоит у вас эти экспонаты кунст камеры этот 100 баксов а этот 50 но было же 60 60 я думала вы за еду работаете а чё за еду работаем никто у нас за еду не работает уже потому что женщины заводится потом не могут удержаться а потом кое-кто теряет форму скажите пожалуйста можно их посмотреть голенькими а то не хочется покупать кота в мешке тем более тут могут оказаться котята может для начала хотя бы познакомитесь ребята представьтесь валерий в смысле михалыч какой рекорда ты чё можно имена менять что конечно тогда я терминатор а я тогда терминатор 2 жидкий наверное подойдет он сразу и потечет скажите пожалуйста а почему это у вас такие странные клички вам больше подойдет сколиоз и холестерин нет даже больше гипертония и анорексия а чё это я сразу анорексия это я анорексия я тоже хочу быть анорексия похудеешь будешь похуде это с ними лёлик и булик период полового созревания чекушкой 07 шрек и ослик послушайте дамы но дайте ребятам шанс давай анорексия покажи на что способен руки твои сильные ты защитить слабого мысли твои бедные ты научишь глупого глаза твои а женщина что вы бьетесь а чего ты щиплешься а деньги у меня тут карманчик специальный есть для мелочи а я веду монетки а а шрек что-нибудь нам покажут а а да и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это? Это что? Извините, терминатор? I'll be back! I'll be back! Ну что, девочки, берёте? Кого этих двух? Берём. Да. Знаете, молодой человек, мы берём цезаря... Боже мой, какое слово. И этих двоих вместо дяди Жоры хоть поржём. Спасибо! Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом. А всё остальное смотри мне эфира. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА